Друзья, привет! В этом видео я вам покажу серию упражнений, которые мы используем в очистительной практике Шанг Пракшалана. Этих упражнений всего 4 и они довольно простые и доступны практически каждому. Задача этих упражнений просто помочь нашему организму ту соленую воду, которую мы выпиваем, протолкнуть так, чтобы она прошла через всю нашу пищеварительную систему и в конечном итоге вышла. Итак, пойдем по порядку. Первое упражнение очень простое, оно выполняется стоя. Ноги у нас на ширине таза, руки мы переплетаем за головой, сцепляем их в замок и вытягиваем вверх. И в первом упражнении мы делаем такие простенькие наклоны. Вправо-влево, поочередно. Сначала вправо, потом влево. Делаем наклоны плавно, дыхание спокойное, естественное. И мы стараемся, чтобы во время наклонов у нас наклон происходил за счет именно боков, то есть чтобы у нас ноги стояли на месте, чтобы таз не двигался и чтобы движение происходило вот в области желудка и средней части спины. Считается, что первое упражнение помогает ту воду, которую мы выпили, толкнуть вниз из желудка, чтобы открылся желудочный сфинксер и чтобы вода прошла в 12-перстную кишку. Мы делаем всего 8-10 повторений в каждую сторону и после того, как мы это сделали, мы переходим к выполнению второго упражнения. Второе упражнение тоже простое. Ноги мы ставим немного шире таза и мы делаем скручивание вправо-влево. Поочередно то правая, то левая рука уходит назад и головой мы следим за движением той руки, которая назад уходит. То же самое, мы делаем 10-12 скрутов в каждую сторону, ноги и таз держим на месте, то есть скручивание опять же происходит за счет движения в области живота, в области талии. И это упражнение позволяет нам воду толкнуть в тонкий кишечник, так чтобы она у нас зашла в тонкий кишечник. После того, как мы сделали второе упражнение, мы переходим в положение лежа, чтобы сделать третье. Третье упражнение это динамическая кобра, то есть мы стоим на ладонях и опираемся пальцами ног. Вот в таком положении. Теперь из этого положения, из кобры мы переносим вес с одной руки на другую, для того, чтобы сделать вот такие вот скручивания. Важный нюанс, в этом положении живот у нас полностью расслаблен, то есть мы как бы провисаем на руках и на ногах, пупок стремится к полу и головой мы поочередно смотрим назад. После того, как мы сделали 10-12 таких скрутов в каждую сторону, мы приступаем к последнему упражнению, к четвертому. Садимся на корточки и делаем вот такие движения. Мы попеременно одну, то правое, то левое колено опускаем на пол и скручиваемся в противоположную сторону. Вот сейчас у меня левое колено на полу, я скручиваюсь вправо. После скрутки мы просто меняем положение, правое колено на пол, скручиваюсь влево. Четвертое упражнение самое сложное. Примерно так это выглядит. Для тех, у кого не позволяет четвертое упражнение делать травмы колен, например, или просто негибкость, можно делать какие-то другие упражнения, которые помогут нам воздействовать именно на толстый кишечник. Потому что вот в четвертом упражнении наша задача это толкнуть воду дальше именно в толстом кишечнике. И упражнение, которое я могу посоветовать, если четвертое недоступно, это мы просто садимся ягодицами на пятки, складываем руки в кулаки, один кулак на другой, плотно упираем нижний кулак в бедра. И теперь два кулака у нас один на другой. Мы просто животом, вот в область пупка, накатываемся на кулаки, живот расслабляем и позволяем кулакам войти глубоко в живот. Опускаем лоб на коврик и глубоко дышим, расслабляемся. И какое-то время мы просто дышим и позволяем воде пройти дальше. Вот эта вся серия, все четыре упражнения составляют одну серию. И эту серию мы выполняем после каждого стакана, который мы выпиваем. Продолжение следует...